Деловое утро на телеканале РБК продолжается и достаточно бодро у нас в студии Павел Левдокименко. Доктор Левдокименко, здравствуйте, доброе утро. И поскольку у нас тема бессонница, я вижу по вам, что вы ей не страдаете, судя по всему, вы так бодры, видимо, выспались. Знаете секрет, как это сделать? Ну, в общем, да, хотя мне тут многие, когда я готовил передачу о бессоннице, на РБК говорили, да у нас здесь другая проблема, нам бы выспаться и так далее. Да, но вообще, на самом деле, парадоксальные вещи порой с людьми творятся. То есть очень многие бизнесмены, офисные работники, у них времени для сна вроде бы не хватает. Им действительно, им бы выспаться. Но при всем при этом выспаться порой не получается еще и потому, что с одной стороны вроде и времени для сна мало, а с другой стороны и бессонница накрывает. То есть человек либо не может заснуть долго, ворочается в постель после тяжелого дня, либо заснул, а среди ночи проснулся и в голову лезут всякие мысли. То есть время для сна сокращается еще больше. А почему так происходит? Ну, приходится повторяться, быть банальным, но причиной, конечно, недосыпы чаще всего становится именно стресс, постоянная нервотрепка. Но не только. А вот о стрессе говорит скорее та особенность, о которой мы только что сказали, что заснул, а среди ночи проснулся и вот всякие мысли лезут. Это в первую очередь, это почти всегда признаки стресса, либо нарушение щитовидки, скорее всего. То есть каких-то железнутренних секретов. Вообще надо понимать, что помимо стресса еще бессонница накрывает людей от того, что почти все очень мало физически нагружаются, мало двигаются. Вообще как-то люди забыли, что за миллионы лет эволюции мы телесные существа. То есть нам положено не сидеть за компьютером в офисе, а двигаться, жить в дикой природе, охотиться. Вспахивать. И вот да, люди, которые много двигаются, которые, так сказать, живут телесной жизнью, у них практически не бывает бессонница. То есть я люблю своим пациентам, очень многие приходят бизнесмены с бессонницей, я им говорю такую вещь. Асфальтоукладчики или какие-то, не знаю, копатели, чего-то там, они не страдают бессонницей. Пришел, отрубился, потому что они вкалывали на свежем воздухе целый день. И, конечно, какая у них может быть бессонница. Но бизнесмены, наверное, асфальт не будут укладывать, они могут быть компенсируем в спортивном зале. Конечно, в спортивном зале. Но надо, конечно, выложиться. Поэтому еще раз я всегда даю совет, если страдаешь бессонницей, начни хотя бы как-то двигаться. Погуляй перед сном. Ну, пусть это звучит опять банально, но это поможет на свежем воздухе погулять. Позанимайся в зале спортом, поиграв в какие-то спортивные игры. Йогой займись, наконец, очень хорошо помогает. И мы должны еще сразу сказать такую вещь, что бессонница – это не только нехватка физической активности, это еще и нехватка новых впечатлений. То есть человек работает в офисе, у него есть ежедневная рутина, но его мозг занят рутиной, но он не занят изучением чего-то нового. То есть многие же вспомнят свои какие-то студенческие годы. Учишь, ну не знаю, какой-то предмет, язык, да, и тебя просто во время учебы отрубают. То есть ты… вот даже я себе в свое время делал такую вещь, то есть полчаса позанимался, на 5 минут отрубился, да, потому что сон – это время, когда укладываются новые знания. Поэтому хочешь хорошо спать, начни перед сном что-то учить, какой-то язык необычный, что-то. Взять капитал, пару строчек, и все, сразу спать. Правильно. Скучные вещи, как ни странно, то, что тебе придется усваивать, они помогают заснуть. Это действительно так. А у нас ведь люди делают все наоборот. Вместо того, чтобы мозг чем-то таким релаксирующим загрузить, у нас люди себя весь день возбуждают. То есть, ну, например, человек пьет 5 чашек кофе в день. Нервная система, понятно, входит в возбуждение. Но какой потом будет сон? Поэтому хотим спать, хорошо надо, уменьшить количество кофе. Нельзя на ночь пить тот же самый чай, особенно крепкий. Ведь привычка такая у наших людей – на ночь выпить чай. Но он тоже возбуждает. Он тоже содержит кофеин. Конечно. И поэтому лучше вместо чая попить чего-то расслабляющего. Сделать напиток, очень вкусный, кстати, из шишек хмеля. То есть, чай тот же самый, только из шишек хмеля. Или попить какой-нибудь напиток с молоком. То же самое, ой, извините, с медом. То же самое молоко с медом. И вкусный, и полезный, и действительно приводит ко сну. То есть, улучшается он. И самое главное, надо понимать, хотим справиться с бессонницей, компьютер надо выключить за час до сна. Потому что компьютер, особенно и компьютерные игры, они, как ни странно, тоже возбуждают. Поэтому выключил компьютер, почитал просто книжку. А еще, по-моему, нельзя электронные приборы держать вблизи головы, когда спать ложишься. Да, и об этом я хотел сказать особо. То есть, мало кто знает, что мобильник, лежащий рядом с кроватью, буквально при кроватной тумбочке, нарушает сон. То есть, у нас дома правило, все мобильники на ночь уносятся в другой комнате, оставляются. Потому что это действительно, вот это излучение электромагнитное, ну, фоном дает, и у человека нарушается. У нас дома тоже такое же правило, только по другой причине. Мы подрубаем его к стереосистеме, и если просто лежишь рядом, раз его выключил, и не проснулся. А так встаешь в другую комнату. Будильник звучит по всей стереосистеме. То есть, вообще, вот электроприборы фонятос он нарушает. Поэтому в спальне стараться надо сделать так, чтобы не было никаких приборов. То есть, выключать, а лучше их удалять из спальни. А вот это традиционное, выпить перед сном, чтобы уснуть хорошо. Чего вопрос? Алкоголь хорош, если в меру один-два бокала вина сон не нарушат. Но вообще надо понимать, что более, скажем так, крепкие напитки в больших количествах, они, может, и помогут вам уснуть, но они нарушают качество сна, и человек, в общем-то, потом будет себя чувствовать плохо и будет себя чувствовать разбитым, не выспавшимся. И, как ни странно, сейчас тоже неожиданные вещи нашим зрителям скажем, что нехватка некоторых витаминов приводит к нарушению сна. Поэтому очень часто, когда у человека бессонница, порой, попринимав витамины, какие-то мультивитамины, вот я люблю мультиэтапс, например, хорошо лабоноксин, да, да, и, как ни странно, бац, вроде бы принимал витамины, улучшился сон, такие неожиданные приятности бывают. То есть, обязательно попробовать даже этот способ. А два слова про дневной сон всё-таки можно, нельзя? Если вы спите очень крепко и хорошо, и у вас много новой информации, можно спать днём. Но если у вас сон слабый, не очень... Если крепко, но мало. Можно спать днём. А так, конечно, лучше бы не надо, потому что ночной сон потом собьёт. Всё равно нарушится. Спасибо. Доктор Евдокименко был у нас в гостях. Пишите ему на почту drsobakrbctv.ru. Все ваши вопросы он ответит. Субтитры подогнал «Симон»